Портландская Баптистская Церковь И сегодня мы вместе с вами радуемся, что Бог позволил вам совершить это дело, и мы очевидно видим Божье благословение. Слава Богу! И, вы знаете, иногда у нас какие-то понятия отождествляются. Вот бывает так, то есть человек говорит о чем-то одном, но выражает это такими словами, значение которых, в общем-то, другое. Ну, я думаю, вот приведу вам такой пример. Звоним к какому-то человеку и спрашиваем, ты где? Он говорит, я еду. А куда ты едешь? Я еду в церковь. Отождествление понятия произошло. Куда он едет? Вообще он едет в дом молитвы. Но он так озвучил, я еду в церковь. Достаточно безобидно. И мы понимаем, что человек, ну, едет в дом молитвы, все в порядке. Но бывают вот такие ситуации, даже казусные происходят. Я несколько раз уже был в такой ситуации, когда, беседующий с человеком, он говорит, слушай, знаешь, мы нашу церковь сейчас продаем. Я всегда уточняю. А вы продаете ее с хором, с братским советом, укомплектованной или только часть какую-то? Человек сразу, ой, не-не-не, не церковь продаем. Мы продаем дом молитвы. Церковью мы не торгуем. Братья и сестры, есть церковь, а есть дом молитвы. И дом молитвы – это Божий дом. И дом молитвы – это дом для поместной церкви. Божий – это чрезвычайно важное место для поместной церкви. Хочу задать вам вопрос. Ваше отношение к дому молитвы – какое? Я, как пресвитер, заметил, что у верующих людей разное бывает отношение к дому молитвы. У одних дом молитвы – это место, где человек проводит пару часов в неделю на воскресном утреннем собрании. И, в общем-то, нужно сказать, что не такое большое значение имеет это место для таковых людей. И я еще заметил, что, как правило, таковых людей бывает вообще очень сложно привлечь к чему-то, связанному с церковью, к служению какому-то, потрудиться в доме молитвы. Это бывает чрезвычайно сложно. То есть, вот для таких людей дом молитвы имеет не такое уж большое значение. А для других дом молитвы, можно сказать, что это второй дом. И человек по количеству времени, которое он отдает дому молитвы, вот это время стоит на втором месте после времени, которое он проводит дома. Человек здесь, на каких-то репетициях, это репетиция оркестра или спевка хора, он в школе воскресной русской, он на каких-то общениях, он вовлечен в церковную жизнь. И вот, кажется, человек и так загружен. Но видно, что он любит дом молитвы. И стоит его позвать, он многим готов пожертвовать, он приходит и всегда готов еще что-то отдать для дома молитвы. Обычно дом молитвы таковых людей притягивает к себе буквально как магнит. И вот я задал вопрос, ведь мы говорим о верующих людях, мы не говорим о людях неверующих. Почему у верующих людей порой бывает столь разное отношение к дому молитвы? И я вообще, размышляя над этим вопросом, я для себя как-то понял такую вещь. Отношение человека к дому молитвы является зримым отношением человека к Богу. Может быть, сейчас вы со мной не согласитесь, но я повторю эту мысль. Отношение человека к дому молитвы является зримым проявлением его отношения к Богу. Смотрите, если человек любит Бога, он обязательно будет любить его церковь. И такой человек никогда не скажет, мне церковь не нужна. Если человек говорит, мне церковь не нужна, наверное, такой человек не любит Бога, потому что Богу церковь нужна. Господь наш сказал, я создам церковь мою, она ему нужна. А если ты говоришь, что ты христианин, а тебе церковь не нужна, ну вопрос, ты вообще христианин? Если человек любит Бога, он будет любить церковь. А если он любит церковь, он, естественно, будет любить дом молитвы. Для него это место особое, для него это место желанное, он всегда будет сюда стремиться. И вот теперь вопрос. Как ты лично относишься к дому молитвы? Я вспоминаю такой пример. Это было в начале 90-х годов. Те, кто в то время жил в бывшем Советском Союзе, помните, какое это было трудное время? И вот я помню, один мой знакомый, с которым я учился, он рассказывал про своих родственников, пожилые люди. Они уехали в Германию и написали ему письмо. И в письме он мне повторил эту фразу, было сказано так. Вот мы с моей бабушкой выйдем вечером на улицы, все так устроено, облагорожено. Улицы красивые, освещение, машины вот едут, все так красиво. И вот говорит, мы стоим среди всей этой красоты. И так бывает больно сердцу, что мы во все это благополучие гвоздя ржавого не вбили. Друзья, вы совершили огромную работу. И участие каждого из тут присутствующих разное. Каково твое участие? Какая часть вот лично твоя во всем этом благополучии? Я не хочу никого обидеть. Мы еще на земле. И еще есть возможность многое изменить. Может быть, ты до этого махал рукой и говорил, да не нужно это делать. Всегда такие пессимисты есть в церкви. Вот сегодня подумай, пересмотри. Если ты любишь Бога, автоматически ты будешь любить Его церковь. А если ты любишь Его церковь, ты будешь любить и дом, в котором собирается поместная церковь. Бог да благословит. И так это дом Божий. Я об этом хотел бы прочитать из Библии. Буквально несколько мыслей я не буду проповедовать долго. Книга Бытие, 28 глава, с 10 стиха. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харам. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты стоишь, на которой Ты лежишь. Я дам Тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в Тебе и в семени Твоем, все племена земные. И вот я с Тобою. И сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. И возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. И убоялся, и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, что значит Дом Божий. А прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеваться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Удивительное переживание, которое свершилось с патриархом, с одним из патриархов еврейского народа Иаковом. Некоторые люди считают Иакова как бы вот праведником второго порядка. И даже вот я книжку такую читал, где прям его имя переводится, как подавляющий хитрец, обманщик. Были у него такие какие-то моменты в жизни. И некоторые думают, что даже вот не стоит особенно на Иакова обращать внимание. Я встречал таковых. Но, дорогие друзья, это не так. Вы знаете, сам Бог как представляется. Вот тут мы прочитали, Иаков еще был жив. И он говорит, я Бог Авраама и Исаака. А после смерти Иакова. Бог, если кому-то представлялся, он говорил, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да благословит Господь, чтобы Бог мог сказать, я Бог, назвать наше имя. Вы знаете, выше этого быть ничего не может. И вот Иаков, уходя из дома родительского, и когда он шел в другое место, с ним произошло вот это удивительное переживание, особый сон, когда Бог дает ему великое откровение о будущем, о том, что будет происходить. И вот Иаков, когда пробудился от сна, он сказал следующие слова. И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий. Это врата небесные. Там еще не было ни одного, ни одной стены, ни одного камня в фундаменте. Ничего там не было. Но Иаков называет это место домом Божьим. И сегодня уже звучали эти слова. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. То есть вот понятие о доме Божьем, оно было еще с тех давних времен. И это понятие идет на протяжении всей истории человечества с людьми, которые чтут Бога. И вот, дорогие друзья, здесь мы можем увидеть некоторые важные моменты того вообще, чем дом Божий является. И я для себя выписал эти моменты. Обратите внимание, дом Божий – это место, где небо соединяется с землей. То есть там была вот эта лестница от земли до неба. Мы не видим сейчас ничего такого физическими глазами. Но вот это место – это где небо соединяется с землей. Второе, на что я хочу обратить внимание – дом Божий – это место, где служат ангелы. И мы тоже не видим ангелов. Но поверьте, они здесь есть, и они служат сегодня здесь. И мы видим, что ангелы по этой лестнице небесной поднимаются и спускаются. И они не просто так это делают, они для служения это совершают. Следующий момент. Дом Божий – это место Божьих откровений. Вот именно тут Иаков получил великое откровение. И на этом месте Бог открывает себя, дает свои особые откровения. Дальше. Дом Божий – это место особого присутствия Божьего. Сам Бог тут присутствует вот на основании этого текста. Следующий момент. Дом Божий – это место, где должен быть Божий страх особый. И Иаков сказал, как страшно место сие. Речь идет именно о Божьем страхе. И еще одна деталь. Обратите внимание, Дом Божий – это место, где люди дают обет Богу. И Иаков – это не единственный пример. Он сказал, если вот со мной так будет, и он дает Богу обет, что он сделает? Небо соединяется с землей, ангелы служат, Божьи откровения, особое присутствие Божие, Божий страх, и это место обетов. Братья и сестры, это все дом молитвы, это все Божий дом. И мы не сможем поговорить обо всем, но одну деталь, которую я хочу вот обратить внимание, дом Божий – это место, где у людей очень важно, чтобы был Божий страх. Вот, к великому сожалению, Божий страх, он, естественно, проявляется в благоговении, в каком-то трепете, когда человек приходит сюда. Вот, к сожалению, приходится наблюдать, что, в общем-то, страх Божий, он порой не проявляется у верующих людей в Доме Божьем. Это, кстати, всегда было, не хочу никого обидеть, но если посмотреть на людей старшего поколения, на мой взгляд, у них это гораздо более как-то воспитано и более обостренно. Божий страх. А вот сейчас теряется это понятие. На примере Библии я вот заметил, Библия – это тоже наша святыня, место святое, вот как дом молитвы, святыня. И вот я заметил Библию. Ну, кажется, я помню, как один брат подошел ко мне и говорит, Константин, я наблюдал за одним молодым проповедником, и я заметил, что он Библию опустил ниже пояса, и он с такой скорбью говорит, «Как это можно? Библию ниже пояса опустил!» А я, когда приехал в Америку, когда первый раз увидел, мне это настолько дико было, когда, знаете, Библию ложат у ног. Прямо на полу у ног, там грязные башмаки рядом. Потеряно понятие святыни. Друзья, возьмите флаг под ноги, положите страны, и обязательно у вас с кем-то будет конфликт, потому что для кого-то это святыня. А когда мы Библию под ноги ложим, это нормально? А вы знаете, когда мы приходим в дом молитвы, и нет Божьего страха. Когда я помню, зашел большой-большой дом молитвы, никого нет в доме молитвы, должна была быть спевка хора, и там сидит одна женщина в хоре. А мы вот там где-то в конце сели, дом молитвы, ну, наверное, в пять раз больше этого. И вот вы представляете, эта женщина сидит там в хоре, она взяла телефон, и она не то, что вот как-то так шепотом говорит, на весь зал кричит, что-то там выясняет. И я подумал, вот она вообще понимает, где она находится. Она понимает, что это место страшное, что это место, где присутствует Бог. У Якова это вот сразу было, когда он это видение увидел, он говорит, как страшно место сие. Братья и сестры, страх Божий. На этом месте должен быть страх Божий. Вот те, кто постарше, вы помните, как вот, если вы в хорошей библиотеке когда-то были, я жил в большом городе, там было две хороших библиотеки. И вот туда заходишь, вся атмосфера, это храм науки, это храм знаний. Тишина, мягкий свет. Вы знаете, люди даже если говорят, то очень тихо говорят, в полголоса, люди понимают, где они находятся. Друзья, это дом Божий, это место святое, это место, где должен быть Божий страх. И вот я просто в пожелание хочу оставить слова, которые когда-то Бог сказал Моисею. И эти слова, кстати, были сказаны Иисусу Навину. Когда Моисей увидел горящий куст, подошел к нему, а Бог из горящего куста ему говорит, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Сними обувь с ног твоих». Когда мы едем в дом молитвы, когда мы идем сюда, «Сними обувь с ног твоих». Я не говорю физически. Переобуйся. Вот тут переобуйся. Детям твоим скажи, мы в дом молитвы идем, переобуй их, чтобы они зашли и поняли, это место, где должен быть Божий страх. Это место благоговения перед Богом. Итак, еще раз в пожелание нам. Я оставляю вот это слово из бытия, 28 глава, 17 стих. «И убоялся и сказал, как страшно место сие, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok